Всем доброго дня! Сегодня я хотел бы прочитать один достаточно большой отрывок из Евангелия от Луки. Это будет 21 глава с 20 стиха и ниже. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Я думаю, многие из нас знают этот отрывок и то, что это ответ Иисуса Христа на вопрос о последних временах. То есть ученики, находясь вот в этой пасхальной неделе или предпасхальной неделе с Господом в Иерусалиме, входя и выходя из храма, они задают ему вопросы некоторые, и среди них главный вопрос – это какой признак кончины века, и когда наступят вот эти времена последние, о которых ты нам говоришь, Иисус. И вот Господь, отвечая, давая такой развернутый ответ, упоминает о разрушении Иерусалима, которое произошло где-то в районе 70-го года, по-моему, нашей эры. Я точно даты могу не называть, потому что не очень силен в этом. Но, тем не менее, исторический факт разрушения Иерусалима в первом веке нашей эры императором Титом – это все знают, это общеизвестный факт. И интересно, что ответ Иисуса, он включает в себя как бы поэтапное развитие событий. То есть, вроде бы ученики спрашивают о последних временах, вроде бы они спрашивают о том моменте, да, или о том периоде, который предшествует второму пришествию Господа Иисуса Христа, но Господь начинает издалека, Он начинает как бы разворачивать большую панораму, и вот среди всех вот этих признаков последнего времени Он выделяет особо вот этот эпизод разрушения Иерусалима. То есть, последние времена начались в первом веке нашей эры. Вот эти две тысячи лет – это все последние времена. И Господь, среди всего прочего, среди остальных признаков, там, войны, глады, землетрясения, да, всякие там потрясения, катаклизмы и так далее, он упоминает вот этот факт разрушения Иерусалима отдельно, отдельной строкой, и очевидно для нас с вами, живущих в 21 веке, знающих более-менее историю, для нас очевидно, что это пророчество уже исполнилось. То есть, во времена, когда Иосиф Флавий, летописец иудейский, записывал вот эти все исторические события, вот эти все факты, они прошли эти времена, они остались в прошлом, и мы видим, что ужасы и потрясения, которые сопровождали народ иудейский, названы днями отмщения. И вот я задумался, отмщение за что? Скорее всего, да, и больше нет другого объяснения лично у меня, это отмщение за отвержение Иисуса Христа, за отвержение Мессии, за отвержение Сына Божьего. Помните, они сказали, или даже не сказали, а прокричали, проскандировали кровь Его на нас и на детях наших. И вот это дни отмщения. Я не буду долго вдаваться вот в эти все подробности, всех ужасов, да, всех вот этих страшных вещей, которые происходили во время разрушения Иерусалима и храма. Вы можете почитать об этом либо какими-то историческими источниками воспользовавшись, либо, опять же, обратившись к труду Иосифа Флавия, иудейские древности. Вот, но тем не менее, факт остается фактом. Иерусалим был разрушен, и это сопровождалось, ну, такой драматической или трагической спецификой, да, трагическими душераздирающими такими особенностями и подробностями, когда матери варили своих детей, ели и так далее, и так далее. Я хотел бы обратить наше внимание на 24 стих, на концовку нашего отрывка. «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». И тема, на которую я хотел бы сегодня поговорить, я так ее и назвал, «времена язычников». Времена язычников. Очевидно, что эти времена подходят к концу, потому что мы видим, что Иерусалим мало-помалу становится все более и более наследием и пристанищем, или, скажем так, местом владения иудеев, евреев, да, еврейского народа. И времена, когда язычники попирают Иерусалим, они потихонечку, да, постепенно сходят на нет. Конечно, мы видим еще какие-то там арабские вкрапления в Иерусалиме, мы видим какие-то арабские владения, да, там арабские кварталы, мечети там еще стоят, якобы на Храмовой горе, хотя это не факт, потому что последние исследования показывают, что, возможно, настоящее место расположения храма было южнее вот этих вот мечетей, да, или куполов там на скале, купол Аль-Акса, Амара, как они там называются. То есть не обязательно разрушать эти мечети для того, чтобы отстроить Иерусалимский храм. Вот. И, в общем-то, мы можем считать, что Иерусалим сегодня является столицей Израиля. Да, может, есть еще какие-то там шероховатости в плане владения, в плане какого-то земельного межевания, да, районирования там и так далее. Но, в общем-то, сказать, что Иерусалим сегодня еще попирается язычниками, то есть все еще находится вот в том состоянии, о котором Иисус здесь говорит в 24 стихе, нельзя. Нельзя. То есть мы видим, что постепенно Иерусалим возвращается в лоно, так сказать, Израиля, в лоно владения израильского иудейского народа. Примечательен тот факт, что произошло восстановление или возвращение, так скажем, второе пришествие, да, второй приход к власти Бениамина Нетаняху, премьер-министра Израиля. То есть какое-то время его замещал там кто-то другой, Бени Ганс, по-моему, или как-то еще. Вот. Бениамин Нетаняху возвращается. И для меня это немножко такой пророческий знак, потому что имя Бениамин – это имя последнего, двенадцатого сына Якова, патриарха, да, то есть это последнее, что-то последнее. Бениамин – это что-то завершающее, последнее. И для меня это где-то, ну, какое-то предзнаменование, я верю, что, возможно, я не утверждаю этого, но возможно, вполне вероятно, вот этот премьер-министр Израиля, ну, будет, возможно, последним в истории, да. Ну, посмотрим, конечно, я не утверждаю этого, но возможно. Далее есть еще такой, как бы, интересный момент, да, или такое наблюдение, или, ну, не предсказание, как бы прогноз, это прогноз, человеческий прогноз, но, тем не менее, он муссируется, он где-то фигурирует, что вернется Дональд Трамп, да, к власти, вернется, потому что дедушка Байден, там уже, можно сказать, одной ногой в покибытии, вот. И возможен вариант, очень возможен вариант, что Дональд Трамп, тот самый Дональд Трамп, который вернул в Иерусалим посольство США, который ратовал за восстановление Иерусалима неделимым таким центром, да, или единой неделимой столицей Израиля, возвратится этот персонаж, да, или этот деятель. И вот эта связка Трамп-Нетаньяху, она, возможно, снова войдет в такое взаимодействие, да, или в такое интересное сотрудничество, которое будет приводить к исполнению библейские пророчества о полном восстановлении Израиля. Потому что сейчас, как я уже сказал, ну, как бы, есть еще какие-то шероховатости, которые не дают права, да, или не дают нам возможности назвать Израиль полностью восстановленным. Все-таки еще храм не стоит, да, все-таки еще Иерусалим не имеет того статуса признанного, общепризнанного всеми единой неделимой столицей Иудеи, Израиля, израильского народа. И поэтому есть еще над чем поработать вот этой парочке, да, Нетаньяху-Трамп. Но поживем-увидим, я не хочу говорить, что это какое-то пророческое переживание, но есть определенные признаки, есть определенные прогнозы, да, которые тут-тут-там возникают. И если это произойдет, то есть возвращение Трампа, а тут Нетаньяху уже восстановившийся, и опять они в таком единодушном порыве сделать все так, как надо, да, восстановить Израиль в былом, так сказать, статусе будут действовать. Если это так, то времена язычников очень быстро, скорее всего, закончатся. И поэтому сегодня, переступая очередной рубеж новогодний, да, хотя это наш человеческий календарь, там у Бога свой календарь, вот, но тем не менее мы ориентируемся на какие-то даты, мы ориентируемся на какие-то вехи, да, там временные, календарные. И вот переступая очередной такой рубеж, я размышляю и думаю, что времена язычников заканчиваются. Да, может быть, мои вот эти все оценки премьер-министра Израиля, вероятного возвращения Трампа к власти, они не являются пророческими или вдохновенными, да, какими-то переживаниями, но где-то человеческий такой взгляд, прогноз, он показывает, что времена язычников, скорее всего, имеют тенденцию заканчиваться. Еще один год пройден, да, еще один год у нас с вами за спиной, и мы ближе к тому времени, когда вот этот 24 стих, о котором мы сегодня говорим, да, который Иисус здесь проговаривает, он исполнится, этот стих. Доколе не окончатся времена язычников, а они имеют тенденцию оканчиваться. И поэтому сегодня, переступая этот рубеж, где-то осознавая, да, то, что время язычников вот-вот закончится, что полное число язычников где-то в другом месте Священного Писания, оно тоже не резиновое, да, оно не бесконечное, наверное, стоит нам с вами, ну, как бы сказать, еще более трезвиться и иметь в виду, да, где-то внутри своего сознания, внутри сердца своего, подразумевать, да, или иметь в виду, что вот-вот времена язычников могут закончиться, вот-вот уже это полное число язычников, оно наберется, и поэтому будем делать все возможное, чтобы из этого числа не выпасть, чтобы в нем нам с вами находиться. Да поможет нам Господь в этом Новом году бодрствовать, исполняться Духом Святым, вникать в Его Слово, получать откровения из Его Слова, иметь пророческие переживания, да, почему нет. Священное Писание говорит о пророчестве в Новозаветной Церкви как о некой норме, о неком постоянно, периодически повторяющемся практическом действии, да, которое вполне имеет право, вполне легально на территории любой поместной церкви. Да поможет нам Господь иметь в это последнее время водительство Господа, Его руководство, Его направление, Его подкрепление, Его защиту, охрану. Я думаю, в это последнее время все эти факторы, все эти направления становятся все более и более актуальными. До новых встреч, до новых видео. С Богом!